Ну что ж, друзья, всем привет! Пришло время взять в руки книгу. Каждый выпуск я делаю... Приношу извинения за то, что делаю такие длинные паузы. Обещаю, что теперь буду делать видео почаще. И опять делаю длинные паузы. Что ж, этот выпуск не станет исключением. Опять скажу, что буду стараться чаще записывать главы. Ну а сейчас приступим к чтению третьей части. То есть мы уже прочитали две части. Сейчас будем читать третью. Честно говоря, я даже сам не особо помню, чем там у нас дело закончилось. Сейчас посмотрим. Закончилось на том, что Раскольников все-таки пошел к Разумихину в гости на это его новоселье. Побыл с ним, и Разумихин пошел его провожать домой. Вот когда они пришли когда к дому, увидели, что в этой Раскольниковской коморке горит свет. И как бы такое непонятное событие. Разумихин говорит, что такое, что там горит. А Раскольников, видимо, подумал, что это пришли все-таки его арестовывать. Потому что он говорит Разумихину, пойдем, сейчас сам все увидишь. Будешь свидетелем. И они зашли в свою квартиру. Он взялся за ручку, распахнул дверь. И увидел, что там сидят мать Раскольникова и сестра Раскольникова. То есть они приехали в Петербург. И пришли к нему домой. И дожидаются его. И сидят в таком неведении. В панике. Потому что он ушел куда-то, больной. Настасья им все рассказала. Все вот эти его какие-то события. Рассказала им и про Разумихина. И вот, значит, вот эта картина. Когда он зашел. А, и он там грохнулся в обморок Раскольников. При виде их. Вот. И на этом у нас закончилась вторая часть. И приступаем к части третьей. Глава первая. Раскольников приподнялся и сел на диване. Он слабо махнул Разумихину, чтобы прекратить целый поток его бессвязных и горячих утешений, обращенных к матери и к сестре. Взял их обоих за руки. И минуты две молча всматривался то в ту, то в другую. Если честно, мать испугалась его взгляда. В этом взгляде просвечивалось сильное дострадание чувства. Но в то же время было что-то неподвижное. Даже как будто что-то безумное. И Пульхерия Александровна заплакала. А в доте Романна была бледна. Рука ее дрожала в руке брата. — Ступайте, ступайте домой, с ним, — проговорил Раскольников прерывистым голосом, указывая на Разумихина. — До завтра, завтра все. Вы давно приехали? — Да вечером, Роди, — отвечала Пульхерия Александровна. — Поезд ужасно опоздал. Но, Роди, я ни за что, ни за что не уйду теперь от тебя. Я ночую здесь, подле. — Да не мучьте меня, — проговорил он раздражительно, махнув рукой. — Я останусь при нем, — вскричал Разумихин. — Ни на минуту его не покину, и к черту там всех моих пусть на стены лезу. Там у меня дядя президент. — Чем, чем я вас благодарю? — Вас начала была Пульхерия Александровна, снова сжимая руки Разумихина. Но Раскольников опять прервал ее. — Да я не могу, не могу, — раздражительно повторил он. — Не мучьте меня, довольны, уйдите. Ну не могу я. — Пойдемте, маменька, хоть из комнаты выйдем. На минуту, — шепнула испуганная Дуня. — Но мы его убиваем, это же видно. — Да неужели ж я и не погляжу на него после трех-то лет, — заплакала Пульхерия Александровна. — Постойте, — остановил он их снова. — Вы все перебиваете, у меня мысли мешаются. Вы это, Лужина, видели? — Нет, Роди, но он уже знает о нашем приезде. — Мы слышали, Роди, что Петр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня. С некоторой робостью прибавила Пульхерия Александровна. — Да, был так добр. — Дуня, я Давича Лужину сказал, сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал его к черту. — Роди, ты что? Ты верно, ты не хочешь сказать, — начала была в испуге Пульхерия Александровна, но остановилась, глядя на Дуню. Авдотья Романовна меж тем пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе уже были предуведомлены о ссоре Настасии, насколько та могла понять и передать, и, конечно, и страдались в недоумении и в ожидании. — Дуня, — с усилением продолжала Раскольников, — Я, знаешь ты, я этого брака, я его не желаю, а потому ты и должна завтра же, при первом же слове, Лужину, отказать, чтобы духу его здесь не было. — Боже мой, — скричала Пульхерия Александровна. — Брат, брат, подумай, что ты говоришь, — вспыльчиво начала была Авдотья Романовна, но тотчас же удержалась. — Ты, может быть, теперь не в состоянии? Ты устал? — кротко сказала она. — В бреду? Нет. Ты выходишь за Лужиной для меня, я что, не понимаю, что ли? А я жертву не принимаю, и потому завтра напиши письмо с отказом, и утром дай мне прочесть, и конец. — Да я не могу этого сделать, — вскричала обиженная девушка. — И по какому вообще праву? — Дунечка, ты тоже вспыльчиво перестань, давай завтра. Разве ты не видишь? — перепугалась мать, бросаясь к Дуне. — Ах, уйдемте лучше. — Он бредит, точно бредит, — закричал Хмельной Разумихин. — А то как бы он посмел. Да завтра вся эта дурь выскочит, и сегодня он действительно взял, да и выгнал его. Это так и было. Ну, а то ты рассердился. Ораторствовал здесь, знания свои вставлял, да и ушел, хвост поджав. — Так это правда? — вскричала Пульхелия Александровна. — До завтра, брат, — состраданием сказала Дуня. — Пойдемте, маменька, прощай, Родя. — Слышишь, сестра, — повторил он вслед, собрав последние усилия, — я не в бреду, понимаешь, этот брак — подлость. Пусть я подлец, а ты не должна. Один кто-нибудь, а я хоть и подлец, но такую сестру с сестрой считать не буду. Или я, или Лужин. Ступайте. — Да ты с ума сошел, деспот, — заревел Разумихин. Но Раскольников уже не отвечал, а может быть и не в силах был отвечать. Он лег на диван и отвернулся к стене в полном изнеможении. Авдотья Романовна любопытно поглядела на Разумихина. Черные глаза ее сверкнули, и Разумихин даже вздрогнул под этим взглядом. Пульхелия Александровна стояла как пораженная. — Да я ни за что не могу теперь уйти, — шептала она Разумихину, чуть не в отчаянии. — Я останусь здесь где-нибудь. Вы проводите Дуню. — И все дело испортите, — тоже прошептал из себя, выходя Разумихин. — Выйдите хоть на лестницу. — Настасья, ну-ка свети сюда. — Да клянусь вам, — продолжал он полушепотом уже на лестнице, — что Давича нас, меня и доктора чуть не прибил. Ну понимаете вы это? Самого доктора. И тот уступил, чтоб не раздражать, и ушел. А я внизу остался стеречь, а он тут оделся и улизнул. И теперь улизнет, коли раздражать будете. Но ночью-то. Да и что-нибудь сделает над собой. — Ах, что вы говорите? — Да и Авдотья Романовне невозможно в номерах без вас одной быть. Ну подумайте, ну где вы вообще стоите? Ведь этот подлец Петр Петрович этот ваш не мог разве лучше вам квартиру найти? Ой, впрочем, знаете, я, наверное, пьян немного, и поэтому обругал сейчас его. Не обращайте внимания. — Но я пойду к здешней хозяйке, — настаивал Пульхерия Александровна. — Я умолю ее, чтобы она дала мне и Дуне угол на эту ночь где-нибудь здесь. Но я не могу оставить его так, не могу. Говоря это, они стояли на лестнице на площадке перед самую хозяйскую дверью. Настасья светила им с нижней ступеньки. Разумихин был в необыкновенном возбуждении. Еще полчаса тому назад, провожая домой Раскольникова, он был хоть и излишне болтлив, что и сознавал, но совершенно бодр и почти свеж, несмотря на ужасное количество выпитого в этот вечер вина. Теперь же состояние его походило на какой-то даже восторг, и в то же время, как будто все выпитое вино вновь разом и с удвоенной силой бросилось ему в голову. Он стоял с обеими дамами, схватив их обеих за руки, уговаривая их и представляя им резоны с изумительной откровенностью и, вероятно, для большего убеждения, почти при каждом слове своем крепко-накрепко, как в тисках сжимал им обеим руки, до боли, и, казалось, пожирал глазами Авдотья Романовна. И нисколько этим не стесняясь. От боли они иногда вырывали свои руки из его огромной костлявой ручищи, но он не только не замечал, в чем делал, но еще крепче притягивал их к себе. Если бы они велели ему сейчас для своей услуги броситься с лестницы прямо вниз головой, то он тотчас же бы это исполнил, не рассуждая и не сомневаясь. Пульхерия Александровна вся встревоженная мысль о своем роде, хотя и чувствовал, что молодой человек очень уж эксцентричен и слишком уж больно жмет ей руки, но так как в то же время он был для нее и провидением, то и не хотела замечать всех этих эксцентрических подробностей. Но, несмотря на ту же тревогу, Авдотья Романовна, хоть и не пуглива была характера, но с изумлением и почти даже с испугом встречала вот эти сверкающие, диким огнем взгляды друга своего брата. И только беспредельная доверенность, внушенная рассказами Настаси об этом странном человеке, удержала ее от покушения просто убежать от него и утащить за собой свою мать. Она понимала тоже, что, пожалуй, им и убежать-то от него теперь уж нельзя. Впрочем, минут через десять она значительно успокоилась. Разумихин имел свойство мигом весь высказываться, в каком бы он ни был настроении, так что все очень скоро узнавали, что это за человек и с кем имеют дело. «Да невозможно к хозяйке, вздор ужаснейший!» – вскричал он, убеждая Пульхерию Александровну. «Хоть вы и мать, а если останетесь, то доведете его до бешенства, и тогда черт знает, что будет! Ну, слушайте, вот что я теперь сделаю. Теперь у него Настасия посидит сейчас, а я вас обеих отведу туда к вам, потому что вам одним нельзя по этим улицам. У нас, знаете, в Петербурге на этот счет, да и наплевать. Потом от вас тотчас же бегу сюда, и через четверть часа мое честнейшее слово принесу вам донесение. Каков он? Спит или нет, там и все прочее. Потом, слушайте, потом от вас мигом к себе, там у меня гости, все пьяные, беру Зосимова, это доктор, который его лечит. Он теперь у меня сидит, он не пьян. Нет, этот не пьян, этот никогда не пьян. Значит, тащу его к ротике, и потом тотчас к вам. Значит, в час вы получите два о нем известия. И от доктора, понимаете, от самого доктора, это уж не то, что от меня. А коль худо, клянусь, я вас сам сюда приведу. А хорошо, так и ложитесь спать, понимаете. А я всю ночь здесь ночую, в синях, и он не услышит. А Зосимову велю ночевать у хозяйки, чтобы был под рукой. Ну согласитесь, ну что для него теперь лучше, вот вы или доктор? Ну ведь доктор полезнее, полезнее. Ну так и идите домой. А к хозяйке невозможно. Мне возможно, а вам нет. Невозможно не пустить, потому что она дура, понимаете. Она просто, она прерывнует меня к Авдоте Романовне. Да хотите знать и к вам тоже, а уж к Авдоте Романовне непременно. Это совершенно, совершенно неожиданный характер. Впрочем, я, наверное, тоже дурак. Да и наплевать. Ну пойдемте, ну верите вы мне? Верите вы мне или нет? Пойдемте, маменька, сказала Авдотья Романовна. Он верно так сделает, как обещает. Знаете, он воскресил уже брата. А если правда, что доктор согласился здесь ночевать, так чего же лучше? Вот вы, вот вы меня понимаете, потому что вы ангел в восторге вскричал Разумихин. Идем. Так, Настасья, мигом наверх и сиди там при нем с огнем. Я через четверть часа приду. Пульхерия Александровна хоть и не убедилась совершенно, но и не сопротивлялась более. Разумихин принял их обеих под руки и потащил с лестницы. Впрочем, он ее беспокоил. Хоть расторопный и добрый, да в состоянии ли он теперь исполнить, что обещает? Ведь в каком он виде? А, понимаю, понимаю. Вы думаете, что я в таком виде? Перебил ее мысли Разумихин, угадав их и шагая своими огромнейшими шажищами по тротуару. Так что обе дамы едва могли за ним следовать, чего, впрочем, он не замечал. Вздор. То есть я пьян, как Олух, но не в этом дело. Я пьян не от вина, понимаете? Это я как вас увидел, так мне в голову и ударило, понимаете? Да и вообще наплевать на меня, не обращайте внимания. Я вру и вообще я вас не достоин. Я вас в высшей степени не достоин. А как вас отведу, мигом здесь же в канаве вот сейчас вылью себе на голову два ушатого, и все, и готов. Если бы вы только знали, как я вас обеих теперь люблю. Ну, не смейтесь и не сердитесь. На всех сердитесь, а на меня не сердитесь, понимаете? Потому что я его друг, а стало быть и ваш друг. Потому что я так хочу, я предчувствовал это. Еще с прошлого года одно мгновение такое было. Впрочем, вовсе не предчувствовал, потому что вы как с неба сейчас упали. А я, пожалуй, и всю ночь не буду спать, понимаете? Этот Зосимов давеча боялся, чтобы он с ума не сошел. Вот от чего его раздражать не надо. «Что вы говорите?» – вскричала мать. «Неужели сам доктор так говорил?» – спросила Авдотья Романовна, испугавшись. «Говорил, говорил, но это не то, совсем не то. Он на лекарство такое дал, порошок, я видел. А вы тут приехали. Эх, вам бы лучше завтра приехать. Это хорошо, что мы ушли, а через час вам обо всем сам Зосимов отрапортует. Вот тот так не пьян, и я буду не пьян, вот увидите. От чего я так нахлестался? Да от того, что в спор ввели проклятые. Ведь заклятие не дал спорить. Такую чушь городит, ей-богу, чуть не подрался. Я там, знаете, дядю оставил председателем. Но верите ли, полной безличности требует и в этом самый смак находит. Как бы только самим собой не быть. Как бы всего менее на себя походить. Это вот у них самым высочайшим прогрессом теперь считается. Хоть бы в Райале-то по-своему. А то, послушайте, робко перебила Пульхерия Александровна, но это только поддало Разумихину жару. Да что вы думаете, кричал Разумихин, еще более возвышая голос. Вы думаете, я против того, что они врут? Да нет, конечно. Я и сам люблю, когда врут. Вранье есть единственное человеческое привилегие перед всеми организмами. Соврешь до правды дойдешь. Поэтому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз 14, а может быть и 114. А это почетно в своем роде. Ну а мы и соврать-то своим умом не умеете, понимаете? Ты мне ври, да ври по-своему. И я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему, это ведь почти лучше, чем правда по одному чужому. В первом случае ты человек, а во втором ты только что птица. Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно. Примеры были. Ну что мы теперь? Все там и все без исключения по части науки, развития, мышления, изобретения, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыты и всего-всего-всего-всего-всего еще в первом предготовительном классе гимназии сидим. Понравилось чужим умом пробавляться? Въелись? Так ли? Ну так ли я говорю? Укричал Разумихин, потрясая, сжимая руки обеих дам. Ну так ли? Ой, боже, да я и не знаю, проговорила бедная Пульхерия Александровна. Да так, так, хоть я и не во всем с вами согласна, серьезно прибавила Авдотья Романовна и тут же вскрикнула, потому что до того больно на этот раз стиснул он ей руку. Так? Вы говорите так? Ну так после этого вы, вы, вы источник доброты, чистоты, разума и совершенства. Дайте же вашу ручку, а, ну дайте. Вы тоже дайте вашу ручку, я хочу поцеловать ваши ручки здесь сейчас на коленах. И он действительно стал на колене посреди тротуара, к счастью на этот раз пустынного. Да перестаньте, прошу вас, ну что вы делаете? Вскучала встревоженная до крайности Пульхерия Александровна. Ну встаньте, встаньте, смеялась и тревожилась тоже и Дуня. Ни за что, прежде чем не дадите рук. Вот так, вот так и довольно, и встал, и пойдемте. Я несчастный олух, понимаете, я вас недостоин и пьян, и стыжусь. Любить я вас недостоин, но преклоняться пред вами это обязанность каждого, если только он несовершеннейший скот, понимаете? Я и преклонился. О, вот и ваши номера. И уж тем одним, кстати, прав Родион, что давича вашего Петра Петровича выгнал. Ну как он смел вас в такие номера поместить? Ну это ж скандал. Да вы знаете ли, кого сюда пускают? А ведь вы же невеста. Вы же невеста, да? Ну так я вам скажу, что ваш жених просто подлец после этого. Послушайте, господин Разумихин, вы забылись, начала была Пульхерия Александровна. Ой, да-да-да, вы правы, я забылся, стыжусь, спохватился Разумихин. Но вы можете на меня не сердиться за то, что я так говорю, потому что я искренне говорю, а не от того, что я пьян. Понимаете, это было бы подло. Одним словом, не от того, что я в вас, ну, как бы это, ну, не скажу, от чего не смею. А мы все давича поняли, как он вошел, этот Лужин, что этот человек не наш в общество, понимаете? Не потому, что он вошел за витой у парикмахера, не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он заглядатый и спекулянт, потому что он житый фигляр. И это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак. Он правда дурак. Ну пара ли он вам? О, боже мой, видите, барни? Остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу в номера. Хоть они у меня там все пьяные, зато все честные. Хоть мы и врем, потому ведь я и тоже вру. Да довремся же, наконец, и до правды, потому что на благородной дороге стоим. А Петр Петрович ваш не на благородной дороге стоит. Я хотя их и сейчас ругал ругательски, но я ведь их всех уважаю, даже Заметова. Заметова хоть не уважаю, так люблю, потому что он щенок. Даже этого скота Зосимова, потому что он честен и дело знает. Но довольно, все сказано и прощено. Прощено? Так ли? Прощено? Ну и пойдемте. Знаю этот коридор. Бывал, вот тут в третьем номере такой скандал был. Так, ну и где вы здесь, который номер восьмой? Ну так на ночь запритесь. Знаете, никого не пускайте. Через четверть часа ворочусь с известием, а потом еще через полчаса с Зосимовым. Вот увидите. Прощайте. Бегу. Боже мой, Дунечка, что это будет, сказала бедная Пульхерия Александровна, тревожно и пугливо обращаясь к дочери. Успокойтесь, маменька, отвечала Дуня, снимая с себя шляпку и мантию. Знаете, нам сам Бог послал этого господина, хоть он и правда прям с какой-то попойки, но мне кажется, на него можно положиться. И все, что он уже сделал для брата, ах, Дунечка, Бог его знает, придет ли, и как я могла решиться оставить Родю. И совсем-совсем не так воображала его найти. Господи, как он был суров, ты видела, точно он нам не рад. Слезы показались на ее глазах. Нет, это не так, маменька, вы не вгляделись, вы все плакали. Да, он очень расстроен, но, наверное, от большой болезни. Вот и вся причина. Ах, да, да, это болезнь, что ж будет, что ж будет. И как он говорил с тобой, Дуня, сказала мать, робко заглядывая в глаза дочери, чтобы прочитать всю ее мысль, и уже в половину утешенная тем, что Дуня уже и защищает его, а стало быть, простила. Я уверена, что он завтра одумается, прибавила она, выпытывая до конца. А я так уверена, что он и завтра будет тоже говорить об этом, отрезала в доте Романовна. И уж, конечно, это была загвоздка, потому что тут был пункт, о котором Пульхерия Александровна слишком боялась теперь заговаривать. Дуня подошла и поцеловала мать. Так репко молча обняла ее, затем села в тревожном ожидании возвращения Разумихина, и робко стала следить за дочерью, которая, скрестив руки, и тоже в ожидании стала ходить взад-вперед по комнате, раздумывая про себя. Такая ходьба из угла в угол в раздумье была обыкновенной привычкой в доте Романовны, и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее задумчивость. Разумихин, разумеется, был смешон со своей этой внезапной, с пьяно загоревшейся страстью и любовью к Авдоте Романовне, которую не скрывал. Но посмотрев на Авдотью Романовну, особенно теперь, когда она ходила, скрестив руки по комнате, грустная и задумчивая, может быть, многие извинили бы его, не говоря уже об эксцентрическом его состоянии. Авдотья Романовна действительно была замечательно хороша собой, высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее, и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлее, чем у брата, глаза почти черные, сверкающие, гордые, и в то же время иногда минутами необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна. Лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у нее был немного мал, нижняя же губка свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед вместе с подбородком. Единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность, и, между прочим, как будто надменность. Выражение лица ее всегда было более серьезное, чем веселое, вдумчивое. Зато как же шла улыбка к этому лицу, как же шел к ней смех, веселый, молодой, беззаветный. Понятно, что горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный, как богатырь и пьяный разумихин, никогда не видавший ничего подобного, с первого взгляда потерял голову. К тому же случай, как нарочно в первый раз показал ему Дуню в прекрасный момент любви и радости свидания с братом. Он видел потом, как дрогнула у ней в негодовании нижняя губа в ответ на дерзкие, неблагодарно жестокие приказания брата, и не мог устоять. Он, впрочем, правду сказал, когда пробрался Давича с пьяну на лестнице, что эксцентрическая хозяйка Раскольникова, Просковья Павла, приревнует его не только к Авдотье Романовне, но и, пожалуй, к самой Пульхерии Александровне. Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже 43 года, лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и, к тому же, она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный чистый жар сердца до старости. Скажем в скобках, что сохранить все это есть единственное средство не потерять красоты своей даже и в старости. Волосы ее уже начинали сидеть и рядеть, маленькие лучистые морщинки уже давно появились около глаз, щеки впали и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было прекрасным. Это был портрет Дунечкиного лица только 20 лет спустя, да кроме еще выражения нижней губы, которая у ней не выдавалась вперед. Пульхерия Александровна была чувствительна, впрочем, недопритерности, рабка, уступчива до известной черты. Она многое могла уступить, на многое могла согласиться, даже из того, что противоречило ее убеждению. Но всегда была такая черта честности, правил и крайних убеждений, за которую никакие обстоятельства не могли заставить ее переступить. Ровно через 20 минут по уходе Разумихина раздались два негромкие, но поспешные удара в дверь. Он воротился. «Так, не войду, некогда», – заторопился он, когда отворили дверь. «Спит во всю Ивановскую. Отлично, спокойно, и дай бог, чтобы часов в десять проспал. У него Настасья велела не выходить до меня. Теперь сейчас притащу Зосимова. Он вам отрапортует, а затем и вы на боковую. Хорошо? Изморились, я вижу, да нельзя». И он пустился от них вниз по коридору. «Какой расторопный и преданный молодой человек», – воскликнула чрезвычайно обрадованная Пульхерия Александровна. «Да, кажется, славная личность», – с некоторым жаром ответила Авдотья Романовна, начиная опять ходить взад и вперед по комнате. Почти через час раздались шаги в коридоре и другой стук в дверь. Обе женщины ждали, на этот раз вполне веря обещанию Разумихина, и действительно он успел притащить Зосимова. Зосимов тот час же согласился бросить пир и идти посмотреть на Раскольникова, но к дамам пошел нехотя и с большой недоверчивостью, не доверяя пьяному Разумихину. Но самолюбие его было тот час же успокоено и даже польщено, он понял, что его действительно ждали, как будто какого-то оракула. Он просидел ровно 10 минут и совершенно успел убедить и успокоить Пульхерию Александровну. Говорил он с необыкновенным участием, но сдержанно и как-то усиленно серьезно, совершенно как 27-летний доктор на важной консультации и ни единым словом не уклонился от предмета и не обнаружил ни малейшего желания войти в какие-нибудь более личные и частные отношения с обеими дамами. Заметив еще при входе, как и слепительно хороша собой Авдотья Романовна, он тот час же постарался даже вообще не примечать ее вовсе, и во все время визита обращался единственно исключительно к Пульхерии Александровне. Все это доставляло ему чрезвычайное внутреннее удовлетворение. Собственно, о больном он выразился, что находит его в настоящую минуту в весьма удовлетворительном состоянии. По наблюдениям же его болезнь пациента, кроме дурной материальной обстановки последних месяцев жизни, имеет еще некоторые нравственные причины. Есть, так сказать, продукт многих сложных нравственных и материальных влияний, тревог, опасений, забот, некоторых идей и прочего. Заметив вскользь, что Авдотья Романовна стал особенно внимательно вслушиваться, Зосимов несколько более распространился на эту тему. На тревожной же и робке вопрос Пульхерии Александровны насчет будто бы некоторых подозрений в помешательстве, он отвечал со спокойной и откровенной усмешкой, что слова его слишком преувеличены, и что, конечно, в больном заметна какая-то неподвижная мысль, что-то обличающее мономанию, так как он, Зосимов, особенно теперь следит за этим чрезвычайно интересным отделением медицины, но ведь надо же и вспомнить, что почти вплоть до сегодня больной был в бреду, и, конечно, приезд родных его укрепит, рассеет и подействует спасительно, если только можно будет избегнуть новых особенных потрясений, прибавил он значительно. Затем он встал, солидно и радушно откланялся, сопровождаемые благословениями, горячей благодарностью, мольбами, даже протянувшись к нему для пожатия, без его искания, ручкой Авдотьи Романовны, и вышел чрезвычайно довольный своим посещением, еще более самим собой. «А говорить будем завтра, ложитесь сейчас же непременно», скрепил Разумихин, уходя с Зосимовым. «Завтра как можно раньше я у вас с рапортом». «Однако какая восхитительная девочка, это Авдотья Романовна», заметил Зосимов, чуть не облизываясь, когда оба вышли на улицу. «Восхитительная? Ты сказал восхитительная?» заревел Разумихин, и вдруг бросился на Зосимова и схватил его за горло. «Да если ты когда-нибудь осмелишься, понимаешь, понимаешь», кричал он, потрясая его за воротник и прижав к стене. «Ну, слышал?» «Да пусти ты, пьяный черт», отбивался Зосимов. И потом, когда уже тот его выпустил, посмотрел на него пристально и вдруг покатился с осмеху. Разумихин стоял перед ним, опустив руки в мрачном, серьезном раздумье. «Ну, разумеется, я осел», проговорил он мрачный, как туча. «Ну ведь и ты тоже?» «Нет, брат, нет, совсем не тоже. Я о глупостях не мечтаю». И они пошли молча. И только подходя к квартире Раскольникова, Разумихин, сильно озабоченный, прервал молчание. «Слушай», — сказал он Зосимову, «ты малый славный, но ты, кроме всех твоих вот этих скверных качеств, еще и потаскун, это я знаю, да еще и из грязных. Ты нервная слабая дрянь, ты блажной, ты зажирел, ни в чем себя отказать не можешь. А это я уже называю грязью, потому что прямо доводит до грязи. Ты до того себя разнежил, что, признаюсь, я всего менее понимаю, как ты можешь быть при всем, при этом вот хорошим и даже самоотверженным лекарем. На перине спит доктор-то, а по ночам встает для больного. Года через три ты уже не будешь вставать для больного. Ну да черт, не в этом дело, а вот в чем. Ты сегодня в хозяйкиной квартире ночуешь, я ее на силу уговорил, а я буду в кухне. Так вот, вам случай познакомиться покороче. Не то, что ты думаешь. Тут, брат, и тени этого нет. Да я и совсем не думаю. Тут, брат, стыдливость, понимаешь, молчаливость, застенчивость, целомудрие. Целомудрие ожесточенное, и при этом при всем вздохе тает, как воск. Понимаешь, так и тает. Избавь меня от нее, пожалуйста. Ну ради всех чертей в мире. Заслужу, головой заслужу. Зосимов захохотал пуще прежнего. Ишь, тебя разобрало-то. Да мне-то она зачем? Слушай, ну уверяю, заботы немного. Только говори какую-нибудь бурду, какую хочешь. Только сядь подлин нее и говори. К тому же ты доктор. Ну начни лечить ее от чего-нибудь, не знаю. Ну клянусь, не раскаешься. У ней клавикорды стоят. Я ведь, ты знаешь, бренчу маленько, а у меня там одна песенка есть, русская. Она настоящие песни любит. Ну вот с песенки у нас и началось. А ведь ты на фортепианах-то виртуоз, Мэтр, Рубинштейн. Уверяю, не раскаешься. Да что ты, обещаний что ли надавал их каких-то? Подписку что ли давал по форме? Жениться обещал, может быть? Да нет, нет, ничего. Ровно ничего я твое не обещал. Да она и не такая совсем. К ней было чебаров. Слушай, ну так брось ее. Да нельзя так бросить. Почему ж нельзя? Ну да как-то нельзя, да и только. Ну тут, брат, втягивающее начало есть. Ну так зачем же ты ее завлекал? Да я вовсе и не завлекал. Я, может быть, даже сам завлечен по глупости моей. А ей решительно все равно будет. Ты или я. Только бы подле кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут, брат, не могу я тебе это выразить. Тут, ну вот ты математику знаешь хорошо. И теперь еще занимаешься, я знаю. Ну начни проходить ей какое-нибудь интегральное исчисление. Ну ей богу, не шучу, серьезно говорю. Ей решительно все равно будет. Она будет на тебя смотреть, вздыхать. И так целый год сряду. Я ей, между прочим, очень долго, два дня сряду, про эту прусскую палату господ говорил. Потому что о чем же ей еще говорить? Только вздыхала и прела, понимаешь? Главное, о любви не заговаривай. Застенчива до судорог. Ну и вид показывает, что отойти не можешь. Ну и довольна. Слушай, комфортно будет ужасно. Совершенно как дома. Читай, сиди, лежи, пиши. Поцеловать даже можно с осторожностью. Да разумихин, да зачем она мне? Эх, да не могу я тебе никак разъяснить. Ну видишь, вы оба совершенно друг к другу подходите. Вот и все. Я и прежде о тебе думал. Ведь ты же вот этим же кончишь. Так не все ли равно, раньше или позже? Тут брата такое перинное начало лежит. Эх, да не одно перинное. Тут втягивает, тут конец света. Тут якорь, понимаешь? Тихое пристанище. Пуп земли. Трехрыбное основание мира. Эссенция блинов. Жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых коцевеек. Натопленных лежанок. Ну вот точно ты умер, а в то же время и жив. Понимаешь, обе выгоды разом. Ну брат, черт, заврался я, пора спать. Слушай, я ночью иногда просыпаюсь, ну и схожу к нему посмотреть. Только ничего, вздор, все хорошо. Не тревожься и ты особенно. А если хочешь, сходи тоже разик. Но чуть что приметишь, если вдруг там бред, например, или жар, или что еще, то сейчас же разбуди меня. Впрочем, быть не может. Конец главы, друзья. Продолжение следует.